Доброе утро! Ой, девочки, ну сколько ж можно? Как надоело! Прямо никакого настроения нету. Ну, когда же это кончится всё? Мальчишки мои грустные, старшие. Загрустишь тут. Маленький тоже спрашивает, когда на море пойдём. Когда пойдём? Ну, не знаю, вроде как в субботу обещают. Так, полуоблачно, с солнышком всё-таки. Не знаю. Что это ты такой, что это ты так наклонился, цветочек? Ну, ладно, надо начинать новый день. Надо мне всё-таки идти мыть мой дом. У меня никак руки не доходят. Ну, конечно, когда будут доходить, когда у меня тут цементные дела и украшения делаю. Ну, украшения я делаю уже ночью, когда уже Саша уснёт практически. А тут вот цветочек аленький, здоровый. Тоже надо заделать. Вот вчера вечером делала вот такую вот перламутровую красоту. Сделала ещё вторую к ней. Чё-то одной мне показалось мало. Сейчас время семь часов. Саша проснулся. Костя вчера отправлял голосовое сообщение. Ну, уже Саша спал, а я слышала, что что-то там пеликало. Ну, занималась своими делами. Вот. Ну, это я вот, наверное, отдельно сделаю видео. Вот напишите мне, как оно. Вот скажите. Я первый раз делала, у меня никогда не попадались мне вот такие бусины. Вот. У меня ещё есть такие бусины голубые и розовые. Вот напишите. Если стоит, то я ещё из них сделаю. Ну, мне кажется, по-летнему так. Эй-хей-хей! Ха-ха! Только где одно лето? Здравствуйте, девочки! Ха-ха! Как у тебя, Саша, настроение? Три года. Три года. Он почему-то его спрашиваешь, как у тебя дела. Он говорит, три года. Ха-ха-ха! Саша, когда тебя спрашивают, как у тебя дела, надо сказать, хорошо или плохо, или отлично. Как? Хорошо и плохо, и плохо, и плохо, и хорошо, и плохо, и всё в кучу. Как тебе такая погода? Нравится? Нравится. Нравится? Улитка. Да, эти улитки, они уже достали вон, ползают везде. В общем, короче, диалога не получилось. Она поломалась. Да, ну, я её раздавила нечаянно. Ну, что, пойдём завтракать, Саша? Давай, пойдём. Давай, пойдём. Вот спросила Марина меня в комментариях, цветёт ли зизифус. Ой, девчонки, что-то я не помню пышного цветения. Может, что-то мелкое будет, но пока вот нет. Господи, как он вырос, вы посмотрите. Шесть лет назад это был, ну, наверное, вот метр, может быть. Кустик был маленький такой. Ой, я ещё думала, что же это такое будет. Вот потом пришлось узнавать у людей, что это такое. Теперь он какой. Это ещё я его обрезала. Вон, видите, он тут пошёл. Стволок у него. А так бы я не знаю уже, какого бы он роста был. Я думала, это просто кустик какой-то маленький. Ну, плохо не обрезали, что он такой высокий. Теперь не собрать эти ягоды. Вот они ещё с того года. Так что, ладно, если зацветёт, так я покажу обязательно. Гранатик никак холодно, наверное. Ну, уже вот такие штуки. Ну, что-то, мне кажется, в этом году немного цветов будет. Так обычно он весь усыпанный. Тоже надо было его хотя бы там ствол, ну, два-три оставить. А тут, вон, уже заросли целые. Ой, ботаник из меня никакой. Да ещё, если бы я всё время тут была. А то я, у меня получается, я и всю осень, и всю зиму, и всю весну мотаюсь, летаю, катаюсь. Всё-таки уговорил бабушку включить. На этой, да? Три больше, да? Три, да? Три больше, чем два, правда? А тут написано. На какой картинке больше предметов написано? Не ковыряй болячку. Ну, что это, вот укусили лоб вот ему. Он ковыряет все болячки. Ну, давай дальше. Чего? Нажимай. На какой картинке больше нажимай на неё? Эту. Эту? Ну, на лампочку нажимай. Ну, теперь на какой картинке больше предметов? Ну-ка опять, давай-ка посчитай. Один, два, три. Да. А на этой картинке? Вот. Не вот, считай опять. Один, считай. Один, два. Да. На какой больше картинки пирамидок? Где два или три? Ой. Чего-то он у тебя выключается-то. Три. На какой картинке больше пирамидок? На какой? На этой, конечно. Три больше, чем два. Нажимай. Ну, дожили. И родителям сказки рассказывать не надо. Ну-ка, как она говорит-то? А чего это-то? Это волк. Волк. Да-ка сказку-то кто-то рассказывает. Лежала мимо лисичка. Увидел рукавичку и к ней. Кто-кто в рукавике идёт? Мышка-нарушка. Лягушка-клакушка. Да-ка сейчас, наверное, родители и сказки-то ни одна не знают. Много тут всякого. И учиться, и базу собирать. Всякое. Но всё равно. С трёх лет вот это вот. Да с трёх лет. Он раньше с трёх лет. В Ютубе находил меня в интернете. Трёх лет не было. И кричал бабушка. Вот так вот. Такое поколение растёт. Чего? Кабан. Кабан. Угу. Что, мои хорошие, я сделала вот такое кашпо из сумки, из фетровой. Ну, я это отдельным видео, конечно, выложу потом. Вот видите, какой он грубый цемент. И вот почему мне нужен белый цемент. Опять дождик моросит. Опять не пойми что. И вот такой вот я доделала сегодня кашпо. Вот такое вот. Вот такое. Вот такое. Оно так не кривое. Это вот эти вот плитка, что лежит криво, стоит. Ну, обещали сегодня дождик вечером. С такой погодой ожидать хорошего не приходится. Мне он прислал, подруга, град какой, перебила всё, пошибала вишню, всё. Всё на земле валяется. Такой грохот на видео там. Ну, просто как будто война идёт. Что творится? Спросили меня тут, написали, как я отношусь к смерти Горбачёва, который первого числа умер. Как я отношусь? Это... Я его даже человеком не могу назвать. Это сущность, которую я очень искренно ненавижу. Поэтому как я могу к нему относиться? Продал всю Россию. Даже не Россию, а Советский Союз. Ещё получил премию мира. Ну, это... Заработал бешеные деньги. Ну, и что он их с собой унёс? Девяносто лет прожил. Ну... Как? Вот так вот я и отношусь. Если на том свете встречу, плюну ему в лицо. Вот как я отношусь. Ну, это моё мнение, девочки. Может быть, кто-то его искренне уважает. Ну... Сколько людей, ведь столько и мнений. А я как вспомню эти девяностые. Как выживали. Не жили, а выживали. Когда не знаешь, чем детей кормить. Во что их одеть. А у них самый рост. Ну, это просто. Вот этот бандитизм. Стрельба. Ну... Новости по телевизору, как сводки с фронта. Нет, я всю эту компанию, скажем, мягко не уважаю, которые вот такое натворили с нашей страной. Я вообще... Я понимаю, что политики, они не делают лучше для людей. Во всяком случае, в нашей стране. Мы для них просто биомасса, биомусор. Ну, и как к ним можно относиться? Что, сейчас лучше, что ли? Поэтому... Уже он... Всю жизнь они живут отдельно, а мы отдельно. Им глубоко наплевать, как мы к ним относимся. Если они делают вид, что вспоминают про людей только перед выборами. А сейчас и этим особенно не запариваются. Уже. Ну... Вот так и живём. Ну... Ну, я вообще не люблю про политику говорить. Не люблю я этого дела. Я живу сама по себе. Ковыряюсь тут на своём участке с цементом, с украшениями. Живу своей жизнью. Я живу своей жизнью. Потому что я знаю, что я ничего изменить не могу. Я знаю, что так было и так будет. Всегда были бедные и богатые. К сожалению, живу себе спокойно. Стараюсь не забивать голову. Но иногда, конечно, подбешивает. И очень много причин тому. Практически каждый день. Вот так вот, девочки. Ну, это моё мнение. Я вообще... Я понимаю, что политики они не делают лучше для людей. Во всяком случае, в нашей стране. Мы для них просто биомасса, биомусор. Ну, и как к ним можно относиться? Что, сейчас лучше, что ли? Поэтому... Уже всю жизнь они живут отдельно, а мы отдельно. Им глубоко наплевать, как мы к ним относимся. Если они делают вид, что вспоминают про людей только перед выборами. А сейчас и этим особенно не запариваются. Уже. Ну. Вот так и живём. Ну, я вообще не люблю про политику говорить. Не люблю я этого дела. Я живу сама по себе. Ковыряюсь тут на своём участке с цементом, с украшениями. Живу своей жизнью. Потому что я знаю, что я ничего изменить не могу. Я знаю, что так было и так будет. Всегда были бедные и богатые. К сожалению, это так. Поэтому живу себе спокойно, стараясь не забивать голову. Но иногда, конечно, подбешивает. И очень много причин тому. Практически каждый день. Вот так вот, девочки. Ну, это моё мнение. Видео, девочки, получаются коротенькие. Потому что, сами понимаете, ну, чего снимать? Размазывать вот это, как кашу сварила и как там чего. Не интересно совсем. Пока такая погода, видимо, так и будет. Снимать видео про то, чтобы все шли прививки делать, я не буду. У меня к этому своё отношение. А сейчас только ленивый не снимает про это. Поэтому в моей тихой и спокойной жизни пока вот так вот происходит дождик. Сыро, мокро, противно. Поэтому я жду солнышка. Но работаю себе и работаю. Стараюсь не грустить, чего и вам желаю, мои хорошие. Всё проходит. И это пройдёт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова